Чрезвычайно полезным и абсолютно необходимым приспособлением в столярную мысльку является циклон. Циклон позволяет отделять отходы деревообработки, то есть стружку, опилки и пыль и не дает попадать им в фильтры пылесосов или стружка отсосов. Принцип действия циклона достаточно прост. Принцип действия циклона хочется показать на рисунке в разрезе. Действует он следующим образом. Загрязненный воздух, содержащий стружку, пыль и опилки, поступает в циклон. Входное отверстие расположено по касательной циклону, поэтому воздух, попадая в циклон, закручивается с большой силой. Центробежная сила прижимает опилки пыль к стенкам циклона, он закручивается и затем под силой тяжести опускается вниз. Попадая в конус, скорость вращения опилок пыли и стружки уменьшается и все эти отходы попадают в бак. А отработанный воздух, содержащий менее 1% всех отходов, вытягивается в выходное отверстие. Здесь наверху стоит вентилятор с двигателем и попадает уже фильтр. У меня в мастерской несколько циклонов. Вот это основной циклон, который я сделал года 4 назад. Первый свой циклон я сделал лет 6 назад и он стоит в другом месте. А вот это циклон, который был сделан 4 года назад и 4 года он исправно исполняет свою функцию. Сразу скажу, что у меня нет фильтра, то есть отработанный воздух выбрасывается сразу на улицу. Может быть это не совсем правильно, я думаю многие меня поправят, потому что зимой это связано с достаточно большими теплопотерями, поскольку теплый воздух выбрасывается на улицу, а через различные отверстия в мастерскую поступает холодный воздух. Но вот было принято такое решение, поскольку, во-первых, сами фильтры также очень недешевые. Недешевое обслуживание их занимает определенное время. И конечно ни один фильтр, какой бы хороший он ни был, там на 5, на 3, на 1 микрон, все равно не задерживает всю пыль. И вот эта наиболее вредная, наиболее мелкая пыль попадает обратно в помещение мастерской и в конечном итоге в легкие человека. А многие породы, породы древесины, достаточно опасны для здоровья человека, вызывают аллергию, вызывают различные легочные заболевания. Ну и то, что самое опасное, некоторые породы вызывают рак. В частности уже доказано, что такие отечественные породы, как дуб и бук, могут вызывать рак. Сразу покажу вот это выходное отверстие, выпускное отверстие. Прямо проделана дырка в стене и существующие цилиндры от корвета просто здесь прикреплены. Вверху циклона стоит вентилятор, улитка с двигателем мощностью 3,75 кВт. Это достаточно очень мощный вентилятор, мощный двигатель. Взят он от корвета 67 на 380 вольт. Он создает достаточно большой поток воздуха и позволяет эффективно удалять пыль от станков. Вешать его было, конечно, тяжело. Он весит килограмм 70, наверное. Втроем его поднимали, прикрепили к потолку, а потом уже снизу был смонтирован циклон. Сразу скажу, что качество циклона определяется тем, насколько хорошо он отфильтровывает мелкую пыль. Именно проблема заключается в мелкой пыли, потому что собрать крупную фракцию достаточно просто. Есть разные пособления, когда просто в баке ставится либо перегородка какая-то, либо два отверстия, когда под действием силы тяжести стружка более тяжело опускается, а пыль высасывается пылесосом или стружка отсосом. Но проблема эта и заключается в мелкой пыли. Во-первых, она вредна для здоровья, а во-вторых, именно она и забивает фильтры пылесоса и стружка отсоса. То есть в конечном итоге падает производительность, падает сила всасывания и вся эта система становится бесполезной. Поэтому для того, чтобы сделать хороший циклон, недостаточно просто взять какую-то бочку, приделать к ней конус, взять какой-то вентилятор. Все это не будет работать, то есть это достаточно, нужны достаточно серьезные расчеты и в дальнейшем я покажу, как устроился этот циклон, какие материалы были использованы. Отходы попадают в бак, который находится внизу. Бак должен быть герметичным, то есть крышка должна герметично прилегать к баку. Раньше я делал специальные крышки, где закручивал на винтах. В частности, могу показать, как сделано вот здесь на пылесосе. Это тоже еще один циклон, потом о нем расскажу. Вот барашковые гайки, которые плотно прикручивают крышку к баку. Но затем нашел вот такой бак, у которого крышка достаточно плотно прилегает к баку. С одной стороны, ее можно легко поднять и вытащить бак. А с другой стороны, когда циклон работает, он создает давление, давление. И в результате этого давления крышка прижимается к баку. Ну а сейчас я включу циклон. Видели, как я достаточно легко поднял эту крышку и как можно будет ее поднять при работающем циклоне. Надеюсь, было видно, что крышка очень плотно прижимается к баку и открыть ее очень и очень непросто. Сейчас видно, что в банке находится стружка в основном. То есть сейчас я занимался фрезерованием. Это вот от фрезерного станка. Но нам важно проверить, как он хорошо отбирает наиболее мелкую фракцию, это пыль. Сейчас у меня предстоит работа пошлифования. Сейчас немножко пошлифуем и затем посмотрим, что окажется в баке. Достаем бак и смотрим, что у нас получилось. Надеюсь, хорошо видно, что после шлифования слой стружки покрыт слоем вот такой очень мелкой пыли. Самая мелкая, какая она может быть. Все это оказалось как бы в баке циклона. Если бы не было циклона, то вся эта пыль моментально забила бы фильтры пылесосов либо мешки стружкоотсосов и сила всасывания упала бы катастрофически. Еще пару слов о баке. Я использую бак емкостью 90 литров. Снизу там приделаны колесики. Это очень удобно, поскольку когда в баке находится стружка, то он не очень тяжелый. Но если там находятся опилки или тем более пыль, то поднять его бывает очень проблематично. Сейчас вот опорожню бак и покажу, как они сделаны. Вот бак пустой. Видно, как здесь к дну бака прикручен лист фанеры, а к нему колеса, которые все вращаются на 360 градусов. Сразу скажу, что лучше использовать пять колес. С трех или с четырех колес бак падать не очень устойчиво. Пять колес очень удобно бак возить, когда он полный тяжелыми опилками или пылью. С помощью циклона удобно убирать и пыль опилки, которая скапливается на полу. Вот набралось у меня от циркулярки опилки. Сейчас мы их уберем и заодно оценим силу всасывания. Вот я оценил шланг от фуганка и уберем эти опилки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok